Тотальная инвентаризация. В Омске проведут ревизию жилого фонда. Такое поручение мэру Сергею Шелесту дал губернатор Александр Бурков на аппаратном совещании. Главной темой стало обрушение дома на 20-го партсъезда. Напомним, ЧП случилось 12 августа в районе 6 часов вечера. Обвалилась торцевая стена с 1 по 5 этаж вместе с санузлами. Погибших и пострадавших нет. После происшествия был организован оперативный штаб. Владельцев комнат временно поселили в гимназии номер 12. Жители заявляли, что несколько раз обращались в различные инстанции, а дом разваливался по кирпичику в течение двух последних лет. Кроме того, фонд капремонта по суду обязали отремонтировать многоэтажку еще в 2021. Однако работы не проводились. Глава региона отметил, необходимо найти виновника, чьи действия или бездействия довели пятиэтажку до такого состояния и привлечь к ответственности. Жилой-то фонд не может быть брошен и вот результат. Когда никто не отвечал за этот объект. Когда все, как сказать, проложились бумажками. Что горживая инспекция проложилась бумажками, что фонд капитального ремонта, что администрация, что главы округов, которые не видят, в каком состоянии на их территории находится объект. Поэтому еще раз провести служебную проверку, выявить всех виновников. Если было решение суда и не исполнено, значит виновен привлекать к ответственности. После того, как будет сформирован список домов, власти рассчитают необходимую сумму для безопасной жизни Амичей. Региону потребуется федеральное финансирование, чтобы расселить людей из изнушенных и аварийных зданий. Что касается жителей многоэтажки на 20-го портсъезда, некоторые до сих пор пребывают в пункте временного размещения. По словам главы региона, их судьба будет решена на ближайшем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.